Благолы мои, Муши Господи, Раду бедвание мое, Подмигла с умоления моего, Царю мой и Боже мой, Я как Тебе помолюсь, Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, вот возлюбленные братья и сестры дождались величайших праздников, их в честь неделя расслабленных, их в честь святителя Творца Николая и других святых, грузинских святых, православных святых, которых в этот день мы чествуем и молимся. Вы, наверное, все знаете и тропари этих праздников, особенно святителя Николаева, наверное, выходя из дома, вы, наверное, каждый читаете его молитву. Будем, и мы вместе сейчас прочитаем его тропарь. Правила веры и образ в родности, в одержании обучителя, явиться в стаду Твоему, я же вещей истина, сегуратисти, жалки, сезониями, взорами, нищедою богатая, почи священно-начальничьи, молитвы, молитвы и собора, просися душам нашим. А Росславленом, что это такое Росславленом, неделя Росславленом? Болевое, да. Какой больной был, которого Господь исцелил? Сколько он лет лежал? 38. И смотрите, какой тропарь-то, что же чудный тропарь. Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безмерцными деяниями люти расславлено, возник небожественным твоим предстательством, я, боже, расславленного, возниклись и древле, да зовут и спасаемых, щедрой. Слава тебе! Слава державе твоей! Вот возлюбленный, да. Как радостно, что мы чувствуем душой эти события. Вспомним Росславленного. Вы, наверное, помните это повествование евангельское? Да, да. Господь забыл овшую купель или не забыл? Нет, нет, всего. Да. Это ангел. Господь, да. И исцелял, кто первый приходил в воду, и тот, что в воздухе не воды, имел, что исцеление. Исцеление. А этот, когда больной подходил, он не успевал. Не успевал. Получал он исцеление? Нет, не успевал. Надежду он имел? Имел. Имел. Ну вот, где-то я прожитал о этим расслабленном, что наверное, помните Господь, когда его исцелил, иди и впредь не приши. И вот это самое страшное, что он предал Господа потом. Вместе с уйдеви он так же кричал распни, распни его. Это я где-то в духовном поисковании прочитал. Можете, вы слышали? Слышали, почему? Вы слышали, да. Видите, как опасно? И вот Господь уже предупредил его. Оно он забыл. Вот что. И мы часто забываем, братья и сестры, даем обещание, что у них Господу доброй совести, а проходит время, мы как дождь на Блевочину и мы падаем опять снова и снова в дом. Поэтому будем всегда внимательны. Освятители Николая и Тотворца мы прославляем, как своего. Господь дал мне побывать его у Москвы, помолиться там вместе с Кириллом и Мефодием, ритургию послушали на престоле, приложились к его мальчам. И я часто рассказываю вам, что насколько был милостив, спаситель каждому человеку. Вы, наверное, помните картину Репина невинно осужденных трех воеводов, помните? Они уже стоят с трех луанной головой, меч уже занесен над головой, и вдруг святитель Николай в револе славы, он задерживает этот меч и воеводу, который неправильно осудил, он обличает. Вот видите, какие были святители, они не боялись, что их мамы заточить или что, потому что они были в заточении. Вот. Помните, когда Ария Безумного тоже и сняли Исана все, святителя ночью, и все спасители Матери Божьей вручили Амахор и Божественное Евангелие. Вот это для нас большой пример как мы должны строго относиться к деланию Божьему. Чтоб наша душа не расслабла, чтоб наши грехи не перевесили на страшном суде, мы должны постоянно молиться и просить, так мы Тарь. Боже, милость будет неотвестна. Каждое наше слово возлюбленное может быть радостью, а может быть и шла, и печалью, и может сделать человека здоровым, а может сделать его больным. Вот апостол Иаков говорит о этом малом уде в нашем языке, что он малый лук, а может нести и здоровый дух, и больной. Посмотрим, что же говорит нам Слово Божие. Язык небольшой член, но много делает. Иаков 3 глава 5 стих. Действительно, сколько хорошего может сделать иной раз одно слово, сказанное во время, обдуманно, слово, исходящее из сердца, плод доброго чувства, возвышенной мысли. С другой стороны, сколько неубразимого зла может сделать одно недоброе и редкое слово, действующее как яд, направленное против ближнего, как строго мы должны следить за этим небольшим членом, который призван только благословлять, распространять одно добро и противодействовать злу, где только можно. Вы слышите, братья и сестры, что от языка может исходить и добро, и слово. Вы, наверное, помните, как отношение с бачкой она меня слову, что она? Убила. И апостол Яков тот же, брат Господень, говорит нам, откуда у вас распри и раздоры не от вожделения воюющих ваших членов. Вот видите как? Насколько мы должны быть всегда спокойны, уравновешены и, чтобы прежде сказать, надо помолиться. За что наши дети непослушны и идут в разрез отцам и матерям? А почему? Потому что когда и накажем мы со злобой, а надо святые отцы говорят, прежде чем наказать десятью, надо помолиться, помолиться и попросить Матери Божией трижды подставить Богородицу, от Дьего радуйся, чтобы наше сердечко умягчилось и зло наше не перешло на ребенка. Вы слышите, братец? А то со злобой скорее влащенки или ушенки что-нибудь отодрать. Хорошо, конечно, если не бьешь свое чадо, не сподобишься радости. Так говорит нам слово Божия. Но вы, наверное, помните розги Англии, розги нашей России, потом отменили. А сейчас мы видим распущенность братца и сердца. Такая распущенность, что дети могут, девочки убивают свою приятельницу. Это до чего дойти? Да до какой наглости, до какой распущенности. И мы видим, что мир вожделий живет. Мир этот Господь называет прелюбодельный и грешный. И Яков прямо говорит, откуда у вас сразу при раздоре? Нет вожделения. Ну, конечно, вожделения. Ночные клубы, наркотики, там все. Что там хорошего? Полное бездавание. Как опасно. Глядите, как опасно ходите. Как овцы среди волков. Поэтому, почему я говорю, я радуюсь за вас, что вы не ищите вот этого безумства, а бегом, бегом, бежите в Дом Божий, чтобы здесь, как сказано, насыщуся, и доявлюся в славе твоей. Посмотрим, что же нам предлагает апостол Иаков. Большую частью люди смотрят слишком легко на сказанное слово, как часто желая блеснуть умом, они готовы исказить истину и сказать то, что может принести великий вред. И так как мы уже не можем остановить действие сказанного слова, которое бывает гораздо сильнее, чем мы думаем, оно распространяется все дальше и дальше, преувеличивает по пути высказанную мысль, и прежде, чем мы успеем опомниться, оно уже поставило клеймо на человека, может быть, и ложное. Вы слышите? клеймо и какое? Можно обоим. Постараемся же всегда помнить это и будем чаще повторять в своем сердце положи, Господи, хранение в устном моем и дверь ограждения в устном моем. То есть, когда видишь, что язык хочет сказать что-то недоброе, лучше замолкнуть на уста. И вместе с тем не дай нам, Господи, воздержаться от такого слова, которое подчас должно быть сказано в защиту правды и для ободрения и утешения скольбящего, которого нередко одно слово может подкрепить, согреть в минуту уныния. Не будем лишать ближнего этой поддержки из ложного стыда и неуместной робости. И пусть слово наше будет всегда благодатью, говорит апостол Павел, дабы вы знали, как отвечать каждому из вас. Видите, апостол говорит, что мы должны, когда мы видим человека в унынии или в рассеянности или в чем-то еще, мы что должны утешить. И Господь говорит, утешайте пастырем, утешайте народ свой. Призывали наши подвижники. Уюша, ташася, языцы, и люди поучившися честны, предсташи цари и земсти, и князи собравшися в купе на Господа и вновь Христа его. Вау! 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 Продолжение следует...